Эти люди являются самыми главными критиками и ведущими программы «Модный приговор». Но сами-то они иногда выглядят круто или не очень. Сегодня это мы выясним. Вы смотрите проект «Стильно». Меня зовут Гриша Шуба. Вместе со мной Элина Кузнецова, Ольга Епифанова и Елена Вербицкая. Ну и, конечно же, с кого мы начнем сегодняшнее обсуждение? Это Александр Васильев. Ну, с точки зрения сочетаний, действительно здорово. Какие моменты я бы хотела отметить, которые меня немного смущают? Первое. Когда такой яркий цвет располагается на лице, это сразу привлекает внимание к возрасту. У меня ощущение, что здесь эти очки подобраны не по возрасту. Это раз. И второй момент – ощущение, что они узковаты для его лица. Сразу глаза как будто в кучку, лицо шире. Но вот это то, что я вижу по конкретной фотографии. Возможно, вживую это смотрелось немного иначе. Мне кажется, что очки из-за какого-то детского гардероба, если честно. Этот цвет, он какой-то пластиковый. Ощущение, что они пластиковые. Просто сделаны из реально дешевого пластика. Хотя Орден. Нет, все же он меня смущает. Я бы не хотела здесь видеть Орден. Лучше бы было вообще без него. Честно. Вот все-таки второй раз взглянув на эту картинку, мне Орден хочется убрать. Платок, да. Очки детские. Прическа, кстати, классная. Мне нравится его прическа. Ну да, то есть вообще очки – это же как такой знак экспертности, знак ученых, учителей и так далее. А в таких очках очень сложно воспринимать человека серьезно. Ощущение, что он не будет говорить чего-то полезного. Хотя его знания, да, и его опыт, он действительно огромный и многим может пригодиться. Обожаю Александра Васильева. Интеллектуал. Стрелец. Ясное дело, да, что человек очень много читает, много знает, культуру понимает, людей сканирует. Ну вот я люблю просто этот тип, ну тип, тип, темпераментный мужчин. Действительно умеет себя преподнести. Очки, да, такие красные, красивые сразу. Сразу проявлен интеллект. И, конечно же, его вот этот вот, наверное, какие-то броши, да, какие-то детали. Ну и мне очень нравится. Я вас очень люблю. Я не хочу обидеть Александра Васильева, девочки, но правда, у меня складывается впечатление, что я смотрю битву экстрасенсов. Вот этот вот какой-то непонятный крестный крест, что это непонятное? Вот этот вот платок, как будто он сейчас начнет шаманить и выражить. Ну не складывается у меня впечатление, как об эксперте моды. А вот следующий образ мне, напротив, безумно нравится. Все как-то лаконично, минималистично, но при этом яркий акцент на лацкане. Очень круто. Да, девочки, действительно, вот мне тоже все очень нравится. Благородный, такой запрепыленный синий оттенок, голубоватый даже. И, опять-таки, очки. Постоянно вижу Александра в очках, это признак ума. Мне очень нравится его личность и его стиль одеваться. Если говорить как про модного эксперта, конечно, этот образ гораздо больше соответствует. Единственное, все равно для меня немножко выбивается. То есть, наверное, я бы заменила очки. Брошь и очки для меня несочетаемы в этом образе. А в остальном все очень красиво. Пиджак нравится, очки крутые, брошь вообще бомба. На мой взгляд, все здорово, кроме принта вот этого пиджака. Такое ощущение, что он сшит из штор. Но это, на мой взгляд, мне кажется, что здесь бы что-нибудь немножко посерьезнее хотелось бы. Или, может быть, цвет хотя бы не такой. Чуть-чуть более насыщенный, немного поглубже. Тогда добавилось бы больше экспертности, на мой взгляд, этому образу. Но вот для меня корона была бы, например, в таком же цвете, если бы был пиджак, но однотонный или полоска. То есть, что-то более строгое. Тогда корона, да, была бы в тему. А когда цветочек и вдруг корона, поле и цари на одном полотне, да, это немного странно, согласна. Эвелина Хромченко, пристегните ремни и держитесь, потому что это, мне кажется, халатик, который был актуален лет 20 назад в гардеробе моей бабушки. А вы в таком образе вдруг решили, что будете классно смотреться на программе «Модный приговор»? Ну, камон! Мне кажется, все-таки, ваша личность, да, идентичность – это серьезная такая, серьезная женщина, да, которой есть интеллект. И вот эти цветы, вот валан, ну, как-то непонятно. Я привыкла к тому, что Эвелина выглядит дорого, статусно, круто, да, она себя и подает так всегда в характере это чувствуется. А в данном случае это вот, да, цветочек-василечек, действительно, даже, мне кажется, не 20 лет назад, а вот во времена, примерно, моей бабушки. Поэтому платье мне не нравится, как оно сочетается с ним мне не нравится, и как сочетается с ее характером, с ее подачей, тоже для меня не срастается. Это не про ее характер, не про масштаб, принт слишком мелкий для масштаба Эвелины. Она блондинка, платье настолько глубокое и яркое, что совершенно с ней не сочетается. Мы видим, по сути, только платье, да. А в общем, кстати, сапоги под этот платье очень даже подходят. Если бы это был фасон, который и цвет, который подходит нашей героине. Если бы кто-то другой, а не Эвелина, да, с другой внешностью, с другой манерой, то, конечно, такой образ имел бы место быть. Сейчас это тоже модно, сейчас это в тренде. Но вопрос в том, что не каждый тренд подходит каждому человеку, и это очень важный момент. А это важно и нужно понимать каждому. Но, да, даже не говоря о том, что цветы заполнили все подиумы, все образы будут в цветах в 2022 году, тем не менее, вот в данном случае полное несоответствие. Но не только же кнутом мы поощряем наших участников сегодняшнего обзора, но и пряником. Вот здесь мне нравится вообще все. Несмотря на то, что выглядит она больше как такая строгая учительница или бухгалтерша, но это настолько стильно вот с этой красной помадой, ее очками и этой блузкой, что я смотреть смогу на нее в этом образе бесконечно. Я бы сказала, что такая вот, знаете, прям мамочка стифлера. Вот прям видна изюминка. Эвелина я знаю по знаку рыбы, но там нужно, конечно, смотреть и копать дальше. Здесь есть, видите, и нотки такие агрессии, да, что вот она у власти, такая мастная женщина. Рыбы сами по себе, это характер мягкий, такой медиамичный, очень спокойный. Вот предыдущий, кстати, образ очень был похож на рыб, но никак с ее идентичностью не сопоставлялся. Вот такой я ее представляю, да, знаю и люблю. Это не значит, что нельзя экспериментировать, да, ни в коем случае. Но в любом случае эти эксперименты должны быть в рамках того, что нам соответствует. И вот здесь идет полное соответствие. У меня нет возможности даже придраться, если бы я хотела. Потрясающе в плане аксессуаров. Мне здесь нравится, как цвет лака сочетается с цветом помады. Это потрясающе. Очки, цвет очков сочетается с принтом на топе, который внутри. Круто. И даже линии некоторые повторяют. Да, и даже линии повторяют. Вот это здорово. Вот это про Эвелину, вот это про человека. Ну и любовь всей моей жизни, это, конечно же, Надежда Бабкина. Ну вот, когда в эфире модной программы кто-то кого-то обсуждает и что-то рекомендует или критикует, и когда я вижу, кто это делает, то у меня большие-большие вопросики. А может ли этот человек что-то кому-то советовать и что-то кому-то рекомендовать? Я не знаю, что вы скажете, но я такого бы человека, наверное, не слушал, потому что ей самое время все-таки не в модной программе сидеть, а выступать на сцене. Скорее покажите мне это. Ну, если она одевалась сама, то тут, по крайней мере, оправдано, что, да, что ей в характере хочется проявиться. Драматичность такая. Драматичность, да. И в образе она это проявляет. Но если смотреть опять и на внешность на ее, посмотрите на ее взгляд, да, сколько у нее силы. Колкость вот эта, да. И насколько не соответствует украшение, прическа, да, то есть весь образ. Он, во-первых... Очень этнический. Этнический. Он, извиняюсь, но все-таки бабский в данном случае. Она любит ответственность. Огромное количество всего. Я честно скажу, периодически журналы мне присылают, чтобы я комментировала образы Надежды Бабкиной. То есть это не первый раз? Это не первый раз, но периодически она выбирает такие крутые образы. Они не всем понятны, но они реально здорово, да, смотрятся. А здесь, ну, нет. Да, вот. Начало двухтысячных, конец девяностых. Как будто только что открыли все магазины, появилась возможность все покупать. Я надеюсь, все лучшее сразу. Да, все лучшее сразу. Вот прям про этот образ. Почему? У меня еще вопрос. Змеиный принт. Наверное, все-таки вот эта драматичность, которую она проявляет и на сцене, ей хотелось проявить и здесь, и в образе. Огромные серьги, которые не подходят к ее внутренним чертам лица. Если только губы, да, но здесь губы скорее больше так накрашены. Серьги слишком большие для нее, я считаю. Это прическа, плюс ко всему, вот этот дом на голове, как это еще назвать, да, дом на голове, ну, наверное, тоже где-то вот девяностые, двухтысячные. Ну, а где вообще змея с жемчугом? Нигде. Да, с таким вот супернарядным. Нигде, да. Ну, и плюс, да, если мы приходим для того, чтобы комментировать образы людей, которые вышли на сцену, людей, которые пытаются как-то, да, в стиле продвигаться, ну, вот в таком виде я считаю, что да, Гриш, согласна с тобой, не комильфо. Я знаю, что вот Надежда очень любит астрологию, эзотерику, нумерологию. Безумно мне нравится ее, вот это вот, ее характер, да, достигаторство. Хоть она по знаку рыбы, тоже, что не очень, да, так сказать, видно, понятно, что у нее такая стать, сила, власть. Не знаю, что по поводу экспертности на телевидении, да, но личность, она, безусловно, очень сильная, и это очень сильно привлекает. Я думаю, на ней все просто прекрасно смотрится, потому что она сильный человек. Ну, и коли уж мы разбираем по два образа каждого ведущего, я хочу, например, сказать вот про следующий образ, что это куда-то на рок-концерт, но явно не про ведущую программы «Модного приговора». Да и вообще, мне кажется, на Первом канале вот эта вот программа «Модный приговор» – это то, как делать не надо, и можно учиться на Надежде Бабкиной. Да? Сейчас посмотрим. Надя, простите, пожалуйста. Я очень люблю Надежду Бабкину как личность. Действительно, очень ярко одевается. Надежда, вы и так очень яркий человек. Возможно, вам даже подошли бы нюдовые оттенки, потому что вы уже и есть тот бренд, да, вы есть та энергия, и вам вообще вот даже не нужно ничего усиливать. Мне здесь напоминает бунтующего подростка. Вот честно, я бы себя так одела, украшение бы поменяла, но для себя бы такой образ выбрала. Но опять, несоответствие возрасту. То есть там ее делала бабкой, а здесь… Слишком молодая. Как будто она молодится, да, причем не в хорошем смысле этого слова. Да, вот этот цвет подростковый плюс… Плюс это пайетки, вы обратили внимание, что это пайетки? И еще дополнительный блеск в украшениях – это перебор. Изначально перебор сам по себе. Здесь нужны тогда и украшения, если даже оставлять эти пайетки, этот черный с салатовым, тогда здесь и украшения нужны под стать какие-то, да, такие более спокойные. Может быть, крупные, может быть, даже пластик, чтобы поддержать весь этот образ. Может быть, грубоватые, а-ля с шипами что-то. Либо кожа. Как вариант, еще кожа. Да, но не блеск, не пайетки, еще и в ушах дополнительно. И еще обратите внимание, насколько перебивает. То есть я смотрю на ее жакет и не вижу ее. То есть дотянуться до ее глаз и услышать, что она говорит, будет очень сложно. Потому что здесь все внимание уводится от ее лица. Да, туда смотреть никто не будет. Она не выдерживает, даже несмотря на весь макияж. Согласна, да. Согласны вы с нашим мнением или нет? Что думаете по поводу каждого образа? Может быть, вы хотите нас как-то покритиковать? Милости просим, пишите в комментариях. Ну и плюс ко всему прочему, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, если мы вам не нравимся. Мы рады любым вашим реакциям. До встречи на канале. Пока. Молодец. Пока, так пока. Пока, как я ж дома.